В рубрику «Народные новости» на Первом канале Евразии обратился предприниматель из Алматинской области. Он рассказал, что в начале прошлого года его компания заменила центральную канализацию в городе Кунаеве. Однако деньги за проделанную работу им так и не выплатили. Сейчас трубы исправно функционируют, но рабочий до сих пор без зарплаты, уверяет бизнесмен. Однако генеральный подрядчик считает, что их вины в этом нет. В конфликте сторон разбиралась Айгуль Мухамбетова. Предприниматель Евгений Чеснов еще в декабре 2021-го заключил договор с подрядчиком. В его обязанности входили вынос центральной водопроводной сети и замена старых труб на новые. В микрорайоне Гульдер, тогда еще города Копчегая. Стоимость проекта 65 миллионов тенге. 70% субподрядчик получил сразу. Работу приняли, есть соответствующий акт. А оставшуюся сумму не доплатили. С апреля 2022 года я до сих пор не могу получить от компании РСУ денежные средства в размере 19 миллионов, которые я также должен выплатить поставщикам, рабочим, ремонт техники. По словам Евгения, в январе 2022 года сроки сдачи проекта немного сдвигались. Подорожали и стройматериалы. Об этом он якобы письменно неоднократно предупреждал подрядчика. Работу приняли в апреле, но в течение пяти дней. Деньги на счет, как было указано в договоре, так и не поступили. Изначально они говорят, что подпись директора не та, но там же стоит печать этой компании РСУ. Потом они якобы ссылаются на просрочку выполненных работ. Но опять же говорю, были форс-мажорные обстоятельства. Никаких подтверждающих документов, то есть по факту просрочки, никаких писем. То есть до момента выполненных работ у них никаких претензий к нам не были. За комментарием мы обратились к руководству компании генподрядчика. Ремонт на строительное управление один, но говорит, что либо на камеру там отказались. Сейчас вы отказываетесь давать комментарии? Какой-либо? Во-первых, я не уполномочен. Ну, вот заместитель. Вы отказываетесь, да? Вы не хотите давать? Просто не хотите? Просто не хочу. Однако позже в беседе пояснили, предприниматель якобы не выполнил работы в срок, а на руках у него нет исполнительной документации. Эти документы им были уже один раз предоставлены. То есть, ну, потеряли, положили куда-то. Повторно я им привозил эти документы, но они их не захотели принимать. Это и есть исполнительная документация? Да, это и есть исполнительная документация. Компании подрядчика бизнесмену советуют обращаться в суд. Но согласно договору сделать он это может только в международном арбитражном суде, в объективности которого предприниматель сомневается. Если субподрядчик считает, что его права нарушены, и что он вообще не соглашался на какой-либо арбитражный суд, то он должен в судебном порядке признать арбитражную оговорку недействительным, то есть против его воли якобы они были заключены. Юристы говорят, если это не удастся доказать, то без обращения в арбитражный суд, скорее всего, не обойтись. Однако законы, как правило, едины для всех. А пока предприниматель надеется, что спор разрешится мирным путем, и он рассчитается с рабочими. Айгуль Мухаммедов, Сагандык Нарыков, Асхат Мукан, Первый канал Евразия.